Новосибирск С 1 декабря Самбо как национальная идея Прививать любовь к главному спорту страны Начнут со школы Новосибирские ученики уже осваивают приемы самообороны Цены на основные продукты растут Но новосибирцы больше жалуются на условия торговли К примеру, выступают против продажи алкоголя В ночное время о обращении в Минпромторг На необоснованно дорогие продукты единицы Во многом рост цен удается сдерживать Благодаря высокой конкуренции между розничными сетями Но несмотря на это, за 10 месяцев текущего года Цены выросли на 3,5% В региональном министерстве торговли Следят за 40 основными товарами Из потребительской корзины Такими как молоко, яйца и крупы В нашей области стоимость продуктов Выше, чем в других регионах Сибири Но ниже, чем в целом по стране На рыбу, сахар, фрукты и овощи Цены даже снижаются Сложнее с крупами, особенно гречкой Поставщики-монополисты пользуются положением И регулярно завышают цены Представители банков и биржевые брокеры Между тем обсуждают, как у беречного сибирцев От краха при тотальной финансовой безграмотности Среди гостей Сибирского форума Представители Московской биржи И Центрального банка Эксперты говорят, у тех, кто пытается Вложить средства в ценные бумаги Нередко излишняя тяга к риску И напрочь отсутствует элементарная финансовая дисциплина Люди редко интересуются подробными условиями договоров Которые заключают Поэтому финансисты предлагают Уделить внимание просвещению потенциальных инвесторов Пока их число не уменьшилось до критического В надежде на чудо Они готовы отдать последние свои вложения Инвестировать их в том числе В заемные денежные средства И соответственно не учитывают Связанные с этими действиями риски В результате происходит их разочарование Они теряют деньги И приходят больше сами Другим рассказывают И передается к сарапанам радио Недоверие к финансовому рынку в целом В Госдуме сегодня рассматривали предложение Штрафовать за летние шины в зимнее время Наказание может появиться уже с 1 декабря Инициативу депутатов поддержали в правительстве страны Если глубина протекторов будет меньше нормы То автовладелец обязан будет заплатить 2000 рублей Кроме этого сейчас активно говорят О внедрении вафельной разметки В этом случае наказать водителя могут Если он не успеет проехать перекресток на зеленый свет О грядущих дорожных изменениях Вячеслав признается Сменить покрышки вовремя не успел Зимнюю резину обычно ставят раньше Этой осенью просто не было возможности Заехать на шиномонтаж Новость о штрафах за летнюю резину Зимой слышал С инициативой согласен Я считаю непременно нужно штрафовать Так как в первую очередь это небезопасно То есть ему свое время С летом в лето Зимой зимняя резина должна Непременно присутствовать на автомобиле Потому что При торможении экстренном Или не экстренном Уже резина говорит о тормозном пути Но есть автовладельцы Которые уверены Длина тормозного пути От типа резины Зависит мало Важнее реакция и навыки водителя Ну я-то вообще начинал Водительскую деятельность Еще в Советском Союзе Когда шифровной резины В помине не было Нормально ездили без аварий Тут все зависит от людей Которые за рулем А не от резины В правительстве страны И в Государственной Думе Считают иначе И штрафы предлагают ввести Не только за летнюю резину зимой Но и за зимнюю летом Использование зимней резины В летнее время Также нежелательно Потому что Кроме того, что Также возникают проблемы При управлении таким автомобилем Кроме этого Портится дорожное покрытие Сотрудники ГИБДД Специальным прибором Будут измерять глубину протекторов Если она будет меньше нормы Штраф 2000 рублей Предполагается, что на зимней резине Автовладельцы обязаны Будут ездить с 1 декабря По 1 марта Хотя для Сибири Временные рамки Скорее всего расширят Впрочем, штрафы в 2000 рублей Автовладельцев могут не напугать Новый комплект зимних шин Стоит значительно дороже Может быть От 10 тысяч за комплект До 15 тысяч За одну шину, например Пока неизвестно Как новые правила Отразятся на любителях Всесезонной резины И так называемой липучки Еще одно новшество На дорогах Вести только планируют Но инициативу Как и штрафы За лысую резину Обсуждают горячо В центре перекрестков Предлагают Наносить вафельную разметку Такая уже есть в Москве Идея в том Чтобы дисциплинировать водителей Которые сами создают заторы Заехать на желтые линии Можно только убедившись Что проезд дальше Свободен Если на светофоре Загорелся красный А машина все еще На перекрестке И мешает проехать Противоположному потоку Автовладельцу штраф Нарушения фиксируют камеры Пока это, пожалуй Самый действенный способ Борьбы с пробками Александр Вяткин Дмитрий Кан Новосибирские новости В частном секторе Растет количество пожаров Приближение зимы Заставляет жильцов Не только топить печи Но и включать обогреватели И старая проводка Порой не выдерживает Заменить изнушенные провода Можно бесплатно За счет городского бюджета Как это сделать Узнала Екатерина Макаркина Проблема пожара В частном секторе Особенно актуальна Особенно сейчас Только в Октябрьском районе С начала года возгорания Произошло уже в 87 домах Семь из них Случились в этом месяце Клитку включила, боюсь отойти Потому что уже память плохая Могу и забыть Что-нибудь сгорит Нет, это уже четко Тут соседи все горели Так я теперь на стреме У меня вот трое соседи рядом горели Причины печальной статистики Почти всегда одинаковы Трещины в старых печах Которые из-за холода топят в разы чаще Непрочищенные дымоходы И проблемы с электропроводкой Короткое замыкание электрооборудования У нас связано с тем, что подключают обогреватели Более мощные Не вытягивающие проводки Большинству из этих домов По нескольку десятков лет Во многих проводку не меняли вообще В других случаях потенциально опасны Лишь небольшие ее участки Однако и этого хватит, чтобы лишиться жилья Я если я чай не включила Я больше ничего не включаю Если я плитку включила Больше ничего не включаю Потому что боюсь за тот кабель Замена проводки удовольствие совсем не дешевое Тем, чьи финансовые возможности Обеспечить безопасность не позволяют Могут оказать финансовую помощь из городского бюджета И первый шаг, который необходимо совершить Это обратиться в социальную службу района И пустить в дом инспектора МЧС Сегодня при этом рейде Специалист может определить Где у нас есть такие нарушения Работники соцзащиты с администрации Объясняют, кому обратиться И какой пакет документов надо собрать Для того, чтобы от мэрии города Новосибирск Выделили денежные средства Хорошая печь и новые провода Совсем не гарантируют, что пожара не будет Главная причина все же Пресловутый человеческий фактор Например, бельевая веревка над печкой Это нарушение Весь дом может вспыхнуть от одной искры Об этом жителям частных домов Стоит помнить прежде всего Екатерина Макаркина, Роман Семенов Новосибирские новости 18 врачей региона попали в топ 500 лучших терапевтов страны Такой рейтинг составляли впервые И Новосибирск показал хороший результат К примеру, в Омской области лучшими стали только 3 терапевта А в Алтайском крае 6 Об одном из медиков, чью работу оценили на высшем уровне Расскажет Анна Гурьянова Добрый день, что вас беспокоит? Это стандартный вопрос любого врача Но Дина Баранова из 27-й городской поликлиники Специалист необычный Она одна из 500 лучших терапевтов страны В медицине уже 12 лет Начинала еще студенткой Подрабатывала по ночам, в реанимации, санитаркой, медсестрой А вот выбрала все-таки терапию Жалеть? Не жалею, но нелегкая эта работа Составители рейтинга ТОП-500 оценили работу 46 тысяч участковых терапевтов по всей стране Чем меньше у их пациентов было госпитализации и вызовов скорой Тем лучше, значит врач действительно лечит Смотрели на число проведенных диспансеризаций Использовали только статистические данные, без учета мнения пациентов Прекрасный доктор Когда я прихожу на прием, я просто ухожу всегда с удовольствием И получаю все то, что мне нужно Одно из обязательных условий На одном месте нужно работать не меньше года В 27-й поликлинике Дина Сергеевна ведет прием уже больше 4 лет С медсестрой за это время они научились понимать друг друга с полуслова С ней на приеме очень даже хорошо сидеть То есть мы с ней как все взаимно То есть стоит только что-то намекнуть Уже вместе все это делаем Пациенты хорошо отзываются Я очень рада, что работаю с таким врачом После приема в поликлинике терапевт идет к больным на дом Пациенты разные и их много На участке у Дины Сергеевны 2000 человек С детства хотелось идти в медицину Поэтому выбрала Интересно это было Интересно заниматься медициной Лечить людей Видеть эффект от своей работы Рейтинг врачей поможет оценить И улучшить работу системы здравоохранения в стране Конкуренция среди терапевтов за место в топ 500 Пойдет на пользу и пациентам Анна Гурьяна, Евгений Макаров Новосибирские новости Первобытные люди на Западе и на Востоке Евразии Пользовались разными технологиями Но имели одинаково высокий уровень развития Новосибирские археологи и этнографы Рассказали об интересных находках И фундаментальных исторических выводах Последних экспедиций Из Вьетнама, пещер Алтая и раскопок В нашем регионе ученые привезли орудия труда Костяные иглы, посуду и даже древнюю детскую погремушку Некоторые обнаруженные украшения первобытных людей Выполнены из экзотических материалов Скорлупы с трусиных яиц Что говорит об активном культурном и торговом обмене А также передвижении на дальние расстояния А найденные костяные иглы на Востоке Евразии Похожи на иглы, которые ранее обнаруживали на западе материка Это, по словам археологов, пища для исследований На ближайшие 10 лет, так как находки Неоспоримое доказательство того, что первых людей на Востоке Отличала высокая технологическая культура Развитие первобытного человека в восточной зоне Ничем не уступало развитию человека в западной зоне Потому что, конечно, напрямую об этом не говорилось Но подразумевалось, что первобытный человек в западной зоне С ашельской индустрией был когнитивно более продвинут, нежели в восточной зоне Не только состав участников, но и звук теперь на фестивале СИП-джаз-фест высочайшего класса Ведь отвечает за него звукорежиссер мирового уровня Андрас Адельхофер Звук на своих концертах ему доверяют многие звезды рока, джаза и хип-хопа Во время репетиции прославленный специалист провел мастер-класс для звукорежиссеров филармонии и новосибирских театров Как это было, увидел Станислав Якушевич Это не лекция, а скорее практическое занятие Как выстроить звук адекватный залу Андреас Адельхофер показывает наглядно Во время его мастер-класса на сцене репетируют музыканты новосибирского биг-бенда Наблюдая за тем, что происходит на сцене, звукорежиссер одновременно отвечает на вопросы коллег О самых общих принципах построения акустической картины вообще в целом Что зависит от человека, что от аппаратуры, что от их взаимной расстановки И важный еще момент, о помещениях мы говорили, конечно, о том, как звучит помещение Адельхофер настраивал звук для таких звезд, как Джо Кокер и Зизи Топ, Андрея Бачелли и Моторхэт Записывался с Пака де Лусея и Майклом Брекером Зал имени Каца ему знаком Режиссер вспоминает, как два года назад выстроить звук для группы Найджела Кеннеди и Камерного оркестра было нелегко Улучшение акустики налицо Мне рассказали, какие работы сделаны за те два года, что я тут не был Я и сам вижу, что реверберация, обратный звук Это все уже очень близко к тому, как должна звучать музыка в этом зале После перерыва Адельхофер работает уже со следующими участниками фестиваля На сцене разыгрывается сибирский дикселент Репетицию музыканты начинают без солистки Певица Сильвия Ховард, несколько опоздав, поднимается на сцену Сняв шубу, без распевки, встает к микрофону Ярый пропагандист традиционного блюза и стиля госпел Сильвия Ховард вместе с новосибирскими музыкантами Представляет программу из произведений «Золотой эры джаза» Ее богатый обертонами, немного хриплый голос уроженки американского юга Как нельзя лучше подходит для исполнения песен Кларенса Уильямса, Хоги Кармайкла И других мастеров новоорлеанского стиля Станислав Якушевич, Роман Семенов, Новосибирские новости В Англии футбол, в Канаде хоккей, а в России самбо Развитие единоборства как национальную идею страны Впервые так масштабно обсуждают в городе На форум приехали представители региональных федераций самбо Новосибирск становится одним из ключевых центров развития спортивного единоборства Скоро в городе откроется специальный зал для занятий Самбо будут обучать и в школах Михаил Якимов расскажет подробнее Новый предмет уже скоро появится в новосибирских школах Самооборону без оружия в ближайшее время начнут постигать ученики шести учебных заведений В некоторых школах директора настолько хорошо восприняли эту инициативу Что торопят областную федерацию самбо поскорее начать занятия Во время уроков детей не будут готовить к выступлению на соревнованиях Основная задача научить их азам самозащиты В первую очередь это чтобы дети научились падать Падать не нанося себе увечий и каких-либо других повреждений Второе это чтобы ребенок мог освободиться от захвата В случае возникновения чрезвычайной ситуации в подъезде или в лифте Новосибирск передовой город в реализации этой программы В школах уже оборудованы специальные залы и ковры для занятий самбо Сейчас преподавать новую дисциплину готовят учителей физкультуры Те дети которых заинтересуют уроки самбо Могут заняться этим видом спорта в многочисленных секциях Более того в Новосибирске скоро появится специальный зал для занятий самбо Я принимаю решение что один из залов Которые сегодня принадлежат муниципалитету спортивных залов в городе Новосибирске Я под своим решением отдаю под развитие самбо И на базе этого спортзала будет развиваться центр самбо здесь в городе Новосибирске Новый специализированный зал откроют по адресу Красный проспект 163А Где сейчас находится спортивный клуб Русь Скоро постелят два новых ковра на которых ежедневно смогут заниматься до 200 детей Самбо борьба рожденная в нашей стране Но сейчас она уже распространилась в 120 странах мира Международная федерация самбо единственная спортивная организация в мире У которой основной язык русский Мы одновременно непосредственно с развитием этого прикладного вида спорта Еще и продвигаем наш русский язык Еще один вопрос который для нас очень важен с самбо Это самооборона без оружия Мы показываем что мы миролюбивая страна Даже форма в этом виде спорта называется по-своему Не кимоно а самбовка Она бывает синего и красного цвета В этих куртках выходит бороться на ковер Сегодня за первое место на открытом первенстве Новосибирской области Победители во всех возрастах отправятся на чемпионат Сибирского федерального округа Который пройдет в Улан-Удэ в декабре Михаил Якимов, Даниил Смирнов Новосибирские новости Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна» Частота 101,4 FM Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал Новосибирские новости в Ютьюбе Также много полезной и интересной информации на сайте Новосибирские новости Там можно узнать как поучаствовать в снежной пробежке И на этом все Хороших выходных Новосибирск